Брестскими пограничниками на железнодорожном вокзале были задержаны двое граждан из Афганистана, немного позже двое жителей Нигерии. У афганцев белорусская виза отсутствовала, у нигерийцев просрочена. Как позже выяснилось, познакомились и одни, и вторые нелегалы на вокзале города Минска и вместе решили следовать в Брест. Афганцы прибыли в нашу страну, по их словам, якобы с целью туризма, однако никаких достопримечательностей, в том числе в Бресте, они не знали и что конкретно посетить хотели, пограничникам пояснить не смогли. Нигерийцы же представлялись бизнесменами. Однако никаких бизнес-встреча не состоялось, равно как и туристических. Сегодня группе иностранцев, нелегалов грозит и депортация, и запрет въезда в Беларусь сроком от одного года до пяти лет. В целом, с начала 2020-го в пограничном Бресте зарегистрировано 92 случая нарушения правил пребывания. Чаще всего они совершаются жителями восточного региона Ирака и Ирана. Если в изоляторах временного содержания Брестской пограничной группы оживленно, на одном из самых крупных пассажирских пунктах пропуска на границах между Беларусью и Евросоюзом тишина в буквальном смысле. Пассажиропоток на Брестских пунктах пропуска значительно уменьшился. На одном из самых оживленных переходов Брест – непривычное затишье. Машины людей здесь практически нет. За минувший год через международный автодорожный пункт пропуска Брест проследовало в обе стороны более 2 миллионов 700 тысяч человек. После введения польской стороной ограничительных мер в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой, с 15 марта въехали в Беларусь около 5,5 тысяч человек. Как правило, это студенты и люди, которые находились в Европе на заработках. Россиянин Роман Освалко – один из таких. Следует транзитам через Беларусь в Ростовскую область. Я работал в Чехии. По окончанию трудового договора следую к пункту своего постоянного места жительства. Граница пустая, как вы видите, нет никого, очереди нет, погода прекрасная, птички поют. Все вежливые документы проверили. Польская сторона печать поставила, паспортный контроль. Белорусская сторона – все счастливого пути, все добрые люди. Будем соблюдать 14 дней карантина, уведомим органы, потому что у нас, вы знаете, ужесточение в Российской Федерации, поэтому будем соблюдать. Белорусские пограничники также предупреждают въезжающих о том, что они должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. В случае, если до истечения этого срока попытаются вновь выехать за границу, пропущены они не будут. Многие наши граждане совершили несколько раз поездки, то есть они попали в категорию, которая подлежит пропускам польской стороной и, соответственно, после выезда из Республики Беларусь неоднократно возвращались и вновь выезжали. Следует добавить о том, что в настоящее время польская сторона официально уведомила нас о том, что продлевает ограничительные мероприятия на своей стороне до 13 апреля этого года. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовая.